Мираб Двалишвили отказался от боя с Умаром Нурмагомедовым. Свою же очередь UFC уже назначили новый бой для Умара. Мираб и Шонумелли договорились о своем реванше. Сам же Шонумелли заявил, что Мираб боится Умара. Арман Цуркян назвал заключающее отличие Махачева от Хабиба. Но Роберт Уиттегер собирается жестко разобраться с Хамзатом Чимаевым. Вы же, братья, поддержите нас лайками и комментариями. Заранее спасибо каждому из вас за поддержку. Билал Мухаммад в преддверии поединка против Шавката Рахмонова Решил раскрыть свой план на бой и сказал следующее. Он очень ментально силен. И он побьет большинство парней исключительно благодаря своей воле к победе. Но теперь ему предстоит соперник с еще более сильной волей. И ему предстоит встретиться с тем парнем, кто не отступит ни на секунду. И уж точно тот, кто не собирается сдаваться. Он еще не сталкивался с таким соперником, как я в UFC. Он всегда был лидером, а теперь будет в роли догоняющего. Ему придется дойти до поздних раундов. И мы посмотрим, сможет ли он внести коррективы. Когда все станет намного сложнее, ему придется трудно дышать. И вообще не имеет значения, кто мой соперник. Потому что я знаю, что он обязательно устанет, сражаясь со мной. Мне конечно же все равно. Для меня не имеет никакого значения, какой путь прошел мой соперник. И тем более, какое у него кардио. Потому что я просто другой. У меня тем более высокого уровня, чем у другого любого бойца. И я всегда вижу слабости своих соперников. У него может быть в ноль в графе поражений. Но я всегда вижу минусы у таких бойцов. И в его нуле я также вижу минусы. И сквозь эти дыры я собираюсь пройти. И я сам просил бой против Шавката. Потому что я голоден и мой холодильник пустит. Мне нужно его мясо и я его заберу, сказал Билал Мухаммад. Друзья, как вы думаете, кто победит в этом поединке? И как вы считаете, сможет ли Шавкат Рахмонов стать чемпионом? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. А мы идем дальше. Чемпион UFC в полулегком весе Илья Тупурия в очередной раз ответил на вопрос о возможном поединке с Конором. При этом он считает Конора фальшивым бойцом. Я правда считаю, что он фальшивый боец. Конор МакГрегор все время притворяется, что он якобы собирается драться. Но бойцы дерутся каждый день. Так что для меня он в отставке. И я не хочу говорить о тех парнях, которые уже давно завершили свою карьеру. И я уверен, что наш поединок никогда не состоится. Да и вообще, как это может случиться? Сейчас я являюсь чемпионом. Мы, конечно же, можем что-нибудь устроить, если он это захочет. И я могу пригласить его с Дэн Хутером в мой следующий тренировочный лагерь. И я буду менять их каждый раунд. Что же касается официального боя, то я правда считаю, что это невозможно. Потому что сейчас для меня есть поединки гораздо крупнее. И ежели чем с такими парнями, как Конор, сказал Тупурия. Арман Цуркян в ожидании реванша против Махачева. Решил назвать главное отличие Махачева от Хабиба. Конечно же, Ислам во всех аспектах хорош. Но нет же такого, что где-то он настолько хорош, что его было бы невозможно обыграть. И его можно обыграть в боксе, и в кикбоксинге, и в борьбе. Да и даже в партере это можно сделать. Нужно просто быть готовым ко всему. И если же взять Хабиба, то он же в борьбе был настолько хорош, что его было бы тяжело обыграть в борьбе. И из-за этого нужно было бы работать только над защитой от борьбы и ударкой. Но атаковать борьбу Хабиба, это все бессмысленно, сказал Арман Цуркян. Ну а Майкл Чендлер дал свой прогноз на второй бой Махачева и Цуркяна. При этом Майкл уверен, что он проведет бой против победителя этого поединка. Конечно же, я ставлю на Махачева. Я слышал, что этот бой состоится в январе. И как по мне, это просто идеальный вариант. Потому что я отмечу хорошо праздники. А затем буду сидеть у клетки и смотреть, кто станет моим следующим соперником. Но я правда думаю, что Махачев очень сильно эволюционировал за последние несколько поединков. Он может провести тейкдаун. И если он сделает это, он запросто может провести сабмишн. Очевидно, он доказал это в поединке с Парье, что является тем, с кем нужно считаться в стойке. Так что я думаю, что Махачев сделает свою работу в этом поединке. И это даже не будет близкий бой. И я не скажу, что он обязательно будет доминировать над Арманом. Но я уверен, что он победит довольно уверенно, сказал Майкл. Топовый боец UFC Алекс Волкановский. Решил высказаться и дал свой прогноз на предстоящий бой Уитекера и Чимаева. И я ставлю на победу Уитекера. И я правда удивлен, что Роберт Уитекер является андердогом. Хамзат, конечно же, очень хороший боец и опасный. Но я думаю, что Уитекер хорошо подготовится к бою. Но первый раунд против Хамзата точно будет очень тяжелым. Я гарантирую, что Роберт Уитекер выйдет на этот поединок подготовленным. И для него не станут сюрпризом действия Чимаева, сказал Алекс Волкановский. Друзья, как вы думаете, кто победит в предстоящем поединке Хамзата Чимаева и Роберта Уитекера? И за кого вы будете болеть в этом поединке? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а сам же Роберт Уитекер также дал свой прогноз на предстоящий бой против Хамзата. При этом Уитекер уверен, что ему удастся жестко разобраться с Чимаевым. И я всегда сражался против самых лучших. Но по моему мнению, предстоящий бой – это самое трудное испытание из факторов неожиданности. Потому что сейчас я не знаю, что мне ждать от него. Но я побеждал в немало сложных поединках. И я потерпел множество поражений. Так что я прошел испытание временем. Я очень серьезно воспринимаю эту задачу. И просто жду возможности ее решить. И сейчас я должен выполнить свою работу. И я постараюсь одолеть Чимаева. Как только он выйдет со мной в октагон, он сразу же попадет в глубокие воды. Он сразу окажется на той глубине, где я хочу его видеть. И я выйду и попытаюсь вынести его любым возможным способом. Я собираюсь похоронить Хамзата Чимаева. У меня будет 25 минут, чтобы снести ему голову. И я задействую для этого все свои навыки, сказал Роберт Уитекер. Ну а если вы собираетесь посмотреть бой Роберта Уитекера и Хамзата Чимаева в прямом эфире 26 октября, то вы это сможете сделать в нашем телеграм-канале. Все ссылки будут в описании под видео. Так что переходите и подписывайтесь, будем ждать вас там. В свою же очередь сам Хамзат Чимаев у себя в соцсетях. Поделюсь видео своих тренировок в преддверии поединка. Шону Мелли уверен, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мираб Двалишвили пытается избежать поединка с Умаром и боится его. И я не понимаю, почему бой Умара и Мираба еще не объявили. И почему они не дерутся в ноябре. Или почему они не дерутся в декабре. Но есть еще и январь, когда будет драться Махача. Умар сказал, что он готов драться с любым соперником. И если Мираб хочет подождать. Но честно говоря, я думаю, что Мираб просто боится Умара. И я не пытаюсь сейчас кого-то троллить. И я говорю, как это есть. Мираб правда боится Умара. И он предпочел бы драться со мной. Вероятнее всего он рассматривает меня по типу более легкий бой. Но я же здесь и я всегда готов. И я говорю о марте или апреле. Конечно, я хочу, чтобы следующим был Мираб. И я знаю, что я лучше его. Сейчас мне нужно исправить свою ошибку. Поэтому реванш против Мираба это то, чего я хочу, сказал Шону Мелли. При этом Шону Мелли и Мираб уже успели в социальных сетях договориться о своем реванше. И написали следующее. Шону Мелли. И я буду драться с Мирабом. Реванш Мираба и Сахарка состоится. Умар сказал, что он будет драться в текущем году. Но Мираб не собирается драться в текущем году. Так что Мираб не дерись с ним. Подожди меня. И я буду готов уже к Марту. Мираб Двалишвили. Давай сделаем это. И я постараюсь тебя не целовать в этот раз. Ну а сам же Нурмагомедов Умар объяснил суть своих претензий к Мирабу Двалишвили и сказал следующее. Он постоянно играется. И он знает, что я не буду драться в Рамадан. Но говорит нам, что он собирается провести бой в Марте. А в Марте как раз таки Рамадан. Он пытается избежать поединка со мной. И он не произносит мое имя. Он и вправду выглядит испуганным. Если к примеру UFC скажет ему драться со мной или с кем-то еще. Он выберет кого-то другого сто раз из ста. И я не понимаю, как чемпион может избегать боя. Так что если он и вправду не хочет драться со мной. Я не хочу просто сидеть и ждать до лета. Я хочу драться сейчас до Рамадана. И я хочу проявлять свою активность. Шанамелли и вправду ноль в ММА. У него нет ни грэплинга, ни борьбы. И он даже не пытался драться. Он просто выжидал и убегал. Он вел бой как полный ноль. Мираб конечно же был неплох. Но в поединке с ним нужно идти вперед и драться. И конечно пытаться его переводить. Забрасывать удары руками и ногами. Его нельзя побить убегая, сказал Нурмагомедов Умар. При этом Нурмагомедов Умар заявил. Что чемпион UFC в легчайшем весе Мираб Двалишвили. Отклонил предложение от UFC. Провести бой против Умара в декабре или январе. Заявив о какой-то травме. Но никак не подтвердив эту травму. В UFC пытались организовать нам этот бой. И ему предложили подраться со мной в декабре или январе. Но он ответил, что он травмирован. Он сказал дайте мне Умара в феврале или в марте. Но на феврале у них же есть уже титульный бой. Тем более турнир состоится в Австралии. И он знал, что нас туда уж точно не поставят. Тогда он сказал, что он будет драться со мной в марте. Но самое интересное. Что он был готов провести реванш против Шона Умели в ноябре. А против меня он отказался, сказал Нурмагомедов Умар. Что же касается Нурмагомедова Умара. В UFC уже ему назначили новый поединок. И он проведет бой с Лонгом Ядонгом. На турнир UFC 14 декабря. А как сообщают некоторые источники. В UFC сейчас собираются организовать второй бой Шона Умели и Мираба Двалишвили. На начало 25 года. Друзья, как вы считаете, почему Мираб Двалишвили не хочет проводить бой против Нурмагомедова Умара? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Будем ждать вас там.